Илья Авербух Вы получили премьеры таких спектаклей, как Анна Каренина, Ромео Джульетта, Кармен, Огни Большого Города. С какими эмоциями приехали в этом году на курорт? Вы знаете, действительно, когда в вашей подводке звучало слово «восьмой раз», такое ощущение, что всего было семь, но вот мы восьмой раз приехали. И, конечно, это не совсем так. Действительно, начиная с 2014 года, практически каждый год, исключением одного сезона, когда мы все находились в карантине и все мероприятия было проводить невозможно. Мы приезжали в Сочи, но вообще, конечно, если говорить о суммарности, то каждый год мы проводили не меньше от 30 до 80 спектаклей или гала-шоу, плюс новогодние наши неоднократные приезды. И каждый Новый год я показывал свои новогодние детские спектакли в асберге. Так что, конечно, это очень условно, но это, наверное, на протяжении, я бы так сказал, восьми лет мы приезжаем в Сочи. А вообще в Сочи показано более, наверное, точно не меньше тысячи различных проектов. Поэтому для меня Сочи – это очень-очень родной город, город, который позволил мне именно открыть вот это театральное направление, в котором сейчас работают многие мои коллеги, в том числе. Ну вот как раз действительно сначала спектакль «Одни большого города», когда был вообще вопрос, а готовы ли люди каждый день приходить в Ледовый дворец, как в театр, на представление. И сочинцы, и гости Сочи доказали, что это возможно. Потом появился спектакль «Кармен» на несколько сезонов, и потрясающие сборы. Каждый день не менее двух тысяч зрителей, и действительно, это на ежедневность очень приличные цифры. То есть суммарно более 200 тысяч человек посещали нас за время курортного сезона, это очень-очень здорово. Появился спектакль «Анна Каренина», чуть позже. Перед этим сначала «Ромео и Джульетта», потом «Анна Каренина». И вот сейчас, в 2022 году, я немножко решил отойти от уже привычной такой истории, когда мы показываем премьеры спектаклей. Для меня спектакль – это очень дорогой ребенок, и я очень надеюсь, что мы и со спектаклем также вернемся в родной, любимый Сочи. Но сейчас, мне кажется, своевременно и актуально вернуться к таким, может, даже истокам, потому что именно с таких гал-шоу вообще начинался мой большой путь именно в ледовой индустрии. Шоу «Чемпионы» – это шоу, прежде всего, не моего режиссерского видения и хореографии. Это, в первую очередь, о тех ребятах, которые выходят на лед. Их история, их жизнь, их победы. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, в 2022 году в Salt Lake City мы с Лешей были на этой Олимпиаде вместе, где он победил. И Анне Щербакова, Олимпиада 2022, которая только что на наших глазах. Вот эти поколения 20 лет, различные поколения чемпионов. Действительно, долго думал, как назвать шоу, и можно было по-разному называть. Но вот я оставил просто слово «чемпионы», потому что все, кто будут выходить на лед, это минимум чемпионы мира. И это абсолютное созвездие поколений нашей гордости, нашей страны, наших спортсменов. И еще раз хочу сказать, что сейчас, когда такой поставлен барьер между выступлениями наших ребят на международной арене, на мой взгляд, несправедливый барьер, мы должны внутри себя поддерживать. Я подумал, что спектакли сейчас, наверное, должны немножко отдохнуть, поставить в стороне. Они обязательно будут, и ребята будут в них принимать участие. А сейчас чемпионы должны сказать свое чемпионское слово, поэтому с нетерпением ждем, как зрители воспримут именно эту программу. Она, конечно, не будет исключительно просто галла-шоу. Тут будет много сюжетных номеров, которые я поставил, с каждым я работал, и будет очень много новых премьер. Всегда интересно за кулисье. Расскажите о декорациях, о костюмах. Сколько тонн декораций, как правило, приезжает? Как они доставляются? Кто костюмы шил? Это как раз об этом мы всегда говорили все те предыдущие сезоны, потому что действительно приезжало большое количество декораций, света, звука. Но сейчас ситуация немного изменилась, и Ледовый дворец Айсберг стал такой полноценной именно тренировочной базой. Поэтому принято решение, что максимальное время отдано нашим сборникам, которые сейчас в Сочи, в том числе и в Ледовом дворце Айсберг, тренируются. Поэтому у нас нет возможности декорациями перекрывать ледовое пространство. Ребята, надо тренироваться на площадке 30 на 60. Поэтому я нашел такое художественное решение в виде гигантских люстр, которые опускаются сверху и создают нам атмосферу. Мы используем большое количество различных световых приборов, которые выставляем даже на трибуны, чтобы создать такой большой объем. Это, конечно, и 3D-мейпинг на льду. Но тяжелых декораций и большого коллектива, как обычно, на 8 человек не будет. Здесь, еще раз подчеркиваю, тонкая работа художника по свету. Здесь эксклюзивные номера от наших чемпионов. Когда каждый участник, который выходит на лед со своей историей, со своими чемпионскими победами, со своим большим количеством поклонников, которые следили за ними. И это просто шоу, немножко строящееся по другому принципу, нежели ледовый спектакль, который, я надеюсь, как я уже говорил, мы еще привезем. Как вы уже сказали, шоу пройдет в Ледовом дворце «Айсберг». Как вам вообще, в принципе, эта площадка? Я очень люблю Ледовый дворец «Айсберг». И изначально, когда, сейчас этого кажется уже очень давно, но стоял такой глобальный вопрос о том, что будет с постолимпийским наследием, что будет с этими объектами. И я считаю, что вообще в России одна из немногих стран, есть не единственная, которая настолько каждый объект продолжает жить, продолжает радовать, продолжает работать на благо страны, на благо тех, для кого он был построен. Такая задача стояла передо мной – сделать из Ледового дворца «Айсберг», чтобы он продолжал принимать не только разовые мероприятия в виде каких-то отдельных чемпионатов, а именно работал, работал, работал на ежедневной основе. И это был определенный эксперимент. Ни одна ледовая площадка России не могла похвастаться и не может до сих пор похвастаться такой загрузкой именно в летний период, круглогодичный. Поэтому, когда в 2014 году мы на протяжении двух с половиной месяцев в ежедневной основе проводили спектакль, причем это все, в том числе и коммерческая история, мы арендовали этот зал и платили деньги как арендаторы у государства. То есть шел еще и коммерческий обмен. То есть это не то, что кто-то отдал нам его вот так в пользование. Тут нормальная коммерция, и так и должно быть. Тогда должна быть востребованность, так должно работать. И мы показали, что дворцы могут работать в летний период. Я думаю, что это еще очень важно будет и для других городов России, и даже не курортных, потому что у нас, как правило, все засыпает на 3-4 месяца в стране. Вот айсберг – это не так. Более того, нам удалось за эти годы Ледовый дворец айсберг сделать по-настоящему концертной площадке. Мы провели больше 20 других концертов, не связанных со льдом. Протоптали дорожку артистам, которые приезжали с концертной программой и неоднократно выступали. Мы научились очень быстро застилать лед, показывать концерт, на самом деле снова ледовое шоу. Я думаю, что этот опыт, который мы показали, и сейчас, конечно, многие стремятся и в Ледовый дворец айсберг, и сейчас уже не только мы показываем свои шоу, а практически все показывают, и площадка стала такой раскрученной. Но я думаю, что, конечно, во многом мы точно оправдали то задание, которое на нас возложили. На какого зрителя рассчитано шоу «Чемпионы»? И если это можно озвучить, чем отличается зритель «Сочинский» от, например, «Московского»? Я думаю, что, во-первых, никаких ограничений нет. Мы ставим, конечно, на фишу 6+, но я думаю, что для всех детей, в том числе тех, кто только начал заниматься 5 лет фигурным катанием, например, я не думаю, что есть какие-то ограничения. Все очень красиво, понятно, и никаких моментов, которые бы вызвали вопросы, не существует. Что касается Москвы и Сочи? Москвы и Сочи, знаете, мы, конечно, не меня так не раскладываем. В Сочи публика просто, тем более, что всегда это примерно 80% все-таки гостей Сочи, а сочинцы сами летом работают, и мы не особо есть когда бежать. Есть, конечно, выходные, они стараются. Ну, или примерно как мы, все откладывают на финал, вот, как мы говорим, потом на море сходим. Также вы говорите, ну, там много приезжает. В общем, поэтому я не думаю, что здесь прям конкретный сочинский. Ну, конечно, люди на отдыхе, они более благодушные, более расслаблены и, в общем, тепло принимают. Но, действительно, в любом случае это всегда волнительно, потому что главная наша реклама – это не билборды, которые, конечно, мы размещаем везде, а именно то сарафанное радио, которыми впечатлениями обмениваются потом те, кто сходили к нам. Именно они рекомендуют приходить к нам, других людей. Поэтому каждое выступление для нас очень важно. И, как я говорю, что можно очень много рассказывать о своей собственной успешности в тех же соцсетях или еще где-то, но успешность только, если ты продолжаешь выступать. Значит, есть коммерческая составляющая, значит, зрители покупают билеты на твое мероприятие, значит, это мероприятие продолжает жить, в нем циркулирует энергия. Как только оно не становится неинтересным, зрители перестают идти, и сколько бы ты сам себя не нахваливал, значит, просто постепенно у тебя будет сокращаться количество шоу, и ты превратишься так, чуть-чуть, всего понемножку. Поэтому не надо говорить, как нас принимают, надо просто посмотреть, что мы продолжаем работать и в очень большом объеме, значит, все хорошо. Параллельно в Олимпийском парке идет шоу Татьяны Навки. Общаетесь ли вы, воспринимаете ли друг друга как конкуренты? Да, у нас с Таней очень хорошие отношения, мы общаемся, безусловно. И уже в прошлом году так же и было. И Таня показывала свой спектакль на территории Сочи парка, такой детский спектакль, больше направленный для аудитории, семейный. Мы показывали свой спектакль Анны Каренина в Ледовом дворце Айсберга. Я думаю, что, в общем, я считаю, что мы все дополняем друг друга, потому что качественное мероприятие, качественное шоу, качественный спектакль, наоборот, мотивирует людей пойти еще и пойти еще куда-то. И если люди увидели хорошее выступление у Тани, то у них вполне возможно будет желание прийти еще и к нам. И то же самое, увидев нас, прийти туда. В этом году у нас совсем разные проекты. Я еще раз подчеркиваю, Таня продолжает вот тему спектакля. И, я думаю, с удовольствием посмотрим на ребят. И Камила Валиева иногда выступает. И я вижу, и Алина Загитова, у них там свой график. И, конечно, Вика с Никитой потрясающая пара, наши олимпийские чемпионы в команде. Но я уверен, что и придя к нам, где там Аня Щербакова, Женя Медведева, Леша Ягудин, Рома Костомаров, Татьяна Маринина, все это созвездия олимпийских чемпионов, Марк Кондратюк, Степанова Букин, будет определенный баланс. И главное, что выигрывать будут от этого все. Как, условно, приходя на Бродвей, один мюзикл, второй, третий, четвертый, десяток. И они все друг друга усиливают и делают сильные позиции всей улицы. Поэтому я желаю сейчас очень сложное время и с точки зрения и продажи билетов, и привлечения зрителей, и Тани. Я думаю, что она также благосклонно относится, чтобы у нас у всех был зритель, и все будет хорошо. Как вы оцениваете в общем положении дел в части ледовых шоу в России? О чем можно говорить сегодня? Я думаю, что ледовые шоу в России переживают определенный такой свой золотой век. Наверное, сейчас уже не настолько, как это было несколько лет назад, но в какой-то момент ледовые шоу в России – это очень востребованный продукт стал. И я думаю, что, конечно, в этом есть и тоже наша заслуга, мои команды, потому что мы подняли и раскрутили всю эту историю. Но объективно сейчас все немножко стало меньше, и поэтому ледовые шоу – это достаточно затратная и очень сложная коммерческая история, требующая больших инвестиций. Поэтому я думаю, что всем несложно. Но, конечно, на данный момент уровень ледовых шоу, ледовых спектаклей, ледовых проектов в России наголу выше, чем в любой точке земли в мире. Это я абсолютно могу отвечать. Есть точечные гала-шоу в ряде стран. Но если брать вообще уровень подачи, уровень оформления, уровень исполнителей, то в России он на порядок выше, чем в любой другой стране мира. Именно с точки зрения ледовых шоу. По вашим ощущениям, для спортсменов переход из жесткого профессионального спорта в творческую историю ледовых шоу – что для них это? Я думаю, для них это, в общем, выдох. Потому что, конечно, то напряжение, которое спортсмен испытывает во время выступлений в спорте, несравнимо все-таки с теми выступлениями, когда он выступает на шоу. Здесь есть возможность уже раскрыть свой именно артистический талант. Здесь есть возможность поговорить со зрителем. Здесь есть возможность сбросить это напряжение опасности ошибки на прыжке и того, что ты проиграешь тот или иной турнир. Здесь уже такой разговор, когда все друг друга доказали, зрители уже тебя полюбили, ты себе доказал, что ты выиграл, и дальше вы на каком-то одном языке уже на меньшем нерве разговариваете друг с другом. Поэтому, конечно, для ребят это очень-очень важная история. И, конечно, это еще и коммерческая история. Ребята выступают за гонорары, и это тоже их очень сильно поддерживает. Тем более, что, опять же, если говорить о любителях, много турниров закрылось, в том числе и коммерческих, где ребята могли зарабатывать и поддерживать себя. Это тоже немаловажно, и не надо от этого как-то прятать глаза. Все ходим на работу, и все должны зарабатывать. Это круговорот денег в природе дает возможность идти всем дальше. Шоу будет идти до конца лета, я правильно понимаю? Нет, до 8 августа мы выступаем, не конец лета. А после мы переедем еще в Ессентуки и продолжим там еще выступать. То есть стоит поторопиться? В общем, у нас ровный месяц с 8 по 8, с 8 июля по 8 августа. Илья, благодарю вас за подробные ответы, за интервью, за вашу энергетику невероятную. Спасибо, спасибо. О ледовом шоу «Чемпионы», которое этим летом можно посетить в Олимпийском парке, рассказал его продюсер Илья Авербух.